Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 29 мая, день Феодора Освященного, назван через преподобную отца Феодора Освященного, ученика Пахомьева. Лет в 12 его родители приготовили прекрасное кушанье, поставили различные вина, во всех комнатах расслали ковры. Юный Феодор, увидев торжественную обстановку дома и роскошный стол, пришел в сильное смущение от мысли, если ты будешь есть эти кушанье, то Бог не дарует тебе благ будущей жизни. Впоследствии он уходит в монастырь к отцу Пахомию. В народе этот день прозвали житником. Крестьяне говорили, у житника одна забота, более ячменно заборонить. Сегодня традиционно готовили ячную, пшенную, манную или гречную кашу и молились о хорошем урожае зерновых. Считалось, если сегодня каша будет на столе, то урожай будет богатый. Приметы. Зацвела рябина, скоро наступит жара. Рябина поздно зацвела, продолжительной и суровой осени. Много цветов на рябине, к хорошему урожаю овса и льна. 25-е лунные сутки. Энергетика этих лунных суток после мощного выплеска предыдущего слаба. Соответственно, и человек чувствует себя опустошенным, склонным к уединению и пассивному созерцанию. И это правильно. Надо накопить энергию, а для этого никуда не спешите, отдыхайте. День подходит для водных, расслабляющих и восстанавливающих процедур. Хорошо покопаться в своем сознании и очистить его от негативных мыслей и настроений. Причем подойдите к этому процессу с философским уклоном. А для этого помедитируйте, порассуждайте о смысле жизни. Найдите опору. Что касается физической нагрузки, то неспешные прогулки подходят лучше всего. И желательно сделать это на природе. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов.Про. Доброго здоровья и до новых встреч!